Итак, добрый день гостям подписчикам моего канала. Сегодня мы разделим назад на рыбалку в СССР ретро-ностальгия. И сегодня мы поговорим о таких интересных летних поплавках. Это гусиное перо и два поплавка тоже с гусиной перышки. И здесь, смотрите, есть ещё жёсткий такой пенопласт. Вот такие вот поплавки. Давайте рассмотрим их поближе. Итак, в Советском Союзе многие делали эти поплавки. Гусиное перо самое распространённое. Оно, видите, покрасано. Старые вот эти уже непеля засохшие. Вот красили в красный цвет обычно. Здесь, смотрите, тоже они гусиные. Но, смотрите, здесь уже, видите, из жёсткого пенопласта выточены такие тоже поплавки. Здесь, смотрите, тоже такие сделаны из медной проволоки железки. Здесь проходит леска. И здесь, снизу, тоже, вот, посмотрите, две проволоки. Здесь тоже она проходит, цепляет эти поплавки. Вот такие вот поплавочки самодельные. В СССР многие, конечно же, эти поплавки делали своими руками. Длину они 16 сантиметров. Этот поплавок 24 с половиной. И этот 16 с половиной. Давайте вес их узнаем, этих самодельных поплавков. Ну, они достаточно лёгкие. Вес 3, вес 2,3 и вот этот 1,8. Вот такие вот поплавочки самодельные СССР. Ну, а вы, как всегда, напишите в комментариях, кто что думает, кто ловил. Ну, конечно, все ловили и делали многие эти самодельные поплавки СССР. Напишите, насколько они чувствительны, уловисты. Я буду очень рад. А на сегодня всё. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.